Сдвиг по фазе. Об особенностях управления Суперджета, Эрбос А320-330 и подобных самолетов. Много очень говорится о том, что перед посадкой было обратное управление. Ну то есть он тянет на себя, а самолет идет вниз. Кто-то типа расшифровку приводит, что вот там задержка до 1 секунды, 0,80, а что-то около того. Ну так и есть расшифровки. На графиках, опубликованных в предварительном отчете, профессионалу совершенно отчетливо видно, фазовое отставание реакции на управляющие воздействия в посадочных режимах составляет 170 градусов, при нормированном ограничении не более 30. То есть, поведение самолета с управляющими воздействиями пилота находилось практически в полной противофазе. Что соответствует понятию неуправляемый летательный аппарат. Проектировщики самолета не всегда задумывались об эргономике элементов управления. Хотя в ИК есть 4 тома руководств, посвященных этой теме. Действительно, задержка отклика имела место быть. Однако сложно оценить, насколько сильная, хотя в любом случае ситуацию это усугубляет. Особенно если учесть, что в Direct Mode необходимо возвращать движение ручки в центральное положение. Корректировка скольжением не предусмотрена. Любая задержка отклика, даже если это половина секунды, критична. Запаздывание как в механической, так и электромеханической проводке очень опасное явление. Есть и нюансы, как всегда. Если посмотреть немножко дальше, то есть когда он еще не делал вот такие вот резкие движения от упора до упора. Уже понимаете, да, о чем я говорю? То до этого руль высоты отрабатывает практически сразу же за ручкой. То есть он ручку двигает и тут же по графику идет о том, что руля высоты. Как работает гидравлика? Есть гидромотор, который имеет ограниченную скорость. На всех абсолютно самолетах, использующих гидравлическую систему управления, есть задержка между перекладкой рулей и штурвала, сайдстика, неважно, и перекладкой соответствующих рулей. Всегда есть задержка. Даже на 737, которая тоже гидравлика управляется. Если пилотировать самолет от упора и до упора, и это самое воздействие будет немедленно и сразу полностью передано на руле, самолет развалится еще в воздухе. Он просто не выдержит этих перегрузок. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, что мы наблюдаем в их случае? Когда он делает резкие движения на себя и от себя по линии отклонения руля высоты, видно по углам, по каким она там рисуется, что гидромотор начинает отрабатывать на пределе своих возможностей ограниченных, и он реально не поспевает за этими вот движениями, потому что эти движения превышают скорость, которая установлена в качестве ограничения для работы гидромотора, потому что если гидромотор будет отрабатывать идеально за ручкой, ну самолет, скорее всего, разломается. А как это выглядит на Airbus 320 в режиме Direct Law? Так, сейчас мы перевели наш самолет в Direct Law на этот раз и посмотрим реакцию. Как я двигаю ручку, например, можно видеть от упора до упора, от упора и до упора. Сайдстик отдан полностью от себя на пикирование, но руль высоты отклонен на кабрирование. От упора до упора. И только сейчас руль высоты переложился на пикирование. Сайдстик полностью взят на себя на кабрирование, но руль высоты отклонен на пикирование. Задержка перекладки составила 1,1 секунды, а сейчас задержка перекладки составила 1,28 секунды. Поведение самолета с управляющими воздействиями пилота находилось практически в полной противофазе, что соответствует понятию неуправляемый летательный аппарат. Режимы Direct Mode на SuperJet, Direct Low на Airbus 320, 330 и так далее это режимы резервного управления. Они предусмотрены на тот случай, когда по каким-то причинам нормальные законы управления на этих самолетах не работают. Они не обеспечивают те требования по управляемости, которые предъявляются к нормальным законам управления. На Boeing 737 тоже есть режим резервного управления. В случае полной потери гидравлики самолет превращается в мускулолет. То есть нагрузки на штурвале очень высокие и гораздо выше чем-то вот требует. Нормы, правила предъявляемые к нормальному режиму управления. Все профессионалы об этом знают. Почему руль высоты не полностью отклонялся на кабрирование? Во всех конфигурациях максимальное отклонение руля высоты меняется в зависимости от центровки самолета. Это компромисс между адекватной управляемостью при передней центровке и не чересчур чувствительным управлением при задней.